О родине, о доблести, о славе. Так называется фестиваль патриотической песни, который проходит в школе номер 9. Проводится он в два дня. На выступлении учащихся младших классов мы побывали. У нас уже на протяжении многих лет стала традицией проводить фестивали патриотической песни. Сначала у нас фестивали назывались фестиваль военно-патриотической песни. И вот уже четвертый год мы просто проводим фестивали патриотической песни. Принимает участие вся школа, то есть с 1 по 11 класс. Но так как у нас 22 класса, фестиваль мы проводим в два дня. Первый день у нас принимают участие с 1 по 5 класс дети, а во второй день у нас принимают участие с 6 по 11 класс. Готовиться мы начинаем заранее, то есть мы готовимся с декабря месяца, потому что мероприятие очень серьезное. Дети и классы руководители очень ответственно относятся к подготовке, то есть подбирают репертуар, стараются, чтобы песни не повторялись. Но раньше в репертуаре были классов более старые песни, а сейчас добавляются песни уже современных авторов. И вот завтра будет второй день фестиваля, и мы услышим уже как бы песни, посвященные СВО. Патриотической работе уделяется очень серьезное внимание. Очень большая работа проводится. Вот я как уже сказала, это не только фестивали, это акции, и встреча с участниками СВО, это и выпуски боевых листков, и классные часы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. То есть мы практически ни одну дату, допустим, из-за Великой Отечественной войны не оставляем без внимания. В этом году на фестивале говорилось о блокаде Ленинграда. Этой дате в девятой школе посвящаются различные акции и встречи с жителями блокадного Ленинграда, которые были эвакуированы из города на Неве в годы Великой Отечественной войны и оказались в нашем краю. 27 января 2024 года исполняется 80 лет снятия блокады Ленинграда. И в этом году все учащиеся школы получили один из символов – ленточку Ленинградской победы. Это небольшая полоска ткани двух цветов – оливкового и зеленого, символизирующего жизнь. Вознаименование событий, которые включат вся наша великая, большая, могучая страна Россия. 80 лет памяти. Что такое для человека? Это жизнь, это великие подвиги и свершения. 27 января наша Красная Армия прорвала кольцо блокады и дала воздух свободы городу-герой Ленинграду. В память об этом событии жители Ленинграда приняли решение, что знаком ленинградской блокады будет… Это ленточка, Светлана Николаевна, покажите. Эта ленточка особенная – оливковый цвет жизни и зеленая полоска дорога жизни. Память о тех далеких и в то же самое время близких временах Великой Отечественной войны. Вы представляете, какая честь нам была оказана? Я написала письмо в правительство Санкт-Петербурга губернатору Беглову Александру Дмитриевичу. Рассказала о нас с вами, выслала несколько фотографий нашей любимой девятой школы и мероприятий. И вы знаете, из Смольного нам пришла посылка с мураком, с ленточками блокадного Ленинграда. Позвольте я зачитать слова, которые были присланы в наш адрес. Благодарим вас, вашу девятую школу педагогов и учащихся, за активную работу по патриотическому воспитанию молодежи и сохранение памяти о гражданском подвиге ваших и наших земляков, оказавших неоценимую поддержку эвакуилированным ленинградцам, особенно детям блокадного Ленинграда. Спасибо, ребята, что вы помните, помните об этом событии. Песни, которые сегодня вы исполняете, это в знак дань уважения тем людям, которые ценой своей жизни выстояли, выдержали и победили. С праздником вас, с нашим фестивалем патриотической смерти. Патриотические мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда, в этом году проходят в девятой школе в течение целой недели. Для участия в акции «Блокадная ласточка. Символ надежды» школа пригласила воспитанников детского сада номер 3 «Родничок», что тоже находится в Завёковском микрорайоне. Акция связана с событиями военного времени. Весной 1942 года немецкое командование заявило, отныне даже птица не сможет пролететь через кольцо блокады. Но ленинградцы продолжали верить в победу. Именно тогда появилась «Блокадная ласточка». Это маленький жестяной значок, а на нём ласточка с письмом в клюве. Весной 1942 года его начали носить на одежде многие жители Ленинграда. Этот символ стал ответом на заявление немецкой пропаганды. На эту акцию мы пригласили воспитанников детского садика номер 3, на что откликнулись Валентина Михайловна Бледнова и Юлия Анатольевна Смирнова. То есть они пришли со своими воспитанниками, ученики начальной школы, нашей школы, и воспитанники детского садика читали стихи, слушали информацию о блокаде, рассматривали фотовыставку. И юно-армейцы нашей школы, старшеклассники, провели вот эту акцию. То есть после этого на Голубое поле мы накололи вот этих ласточек, блокадных ласточек. Дети были очень довольны. Сегодня у нас проходила акция, вся российская акция «Блокадная ласточка». И сегодня вот мы с другими ребятами юно-армейцами проводили мероприятие. К нам проходил садик «Годничок», дети, и были еще также начальная школа из нашей, девятая школа. Мы рассказали, как долго длилась блокада, какие были трудности у детей, особенно у детей, потому что большинство детей остались без родителей, без близких. Про какие были трудности, насколько было холодно, какие-то интересные факты из блокады Ленинграда. Все дети были с такими зажженными глазами, и на слое было видно, что им было очень интересно. Все были завлечены, отвечали даже на вопросы, поднимали руки. И очень понравилось то, что в конце дети, оказывается, знают даже песни, которые посвящены памятникам. Благо я поставил, да, благородный цветок, и все вместе спели какие-то песни. И очень приятно, что младшие поколения занимаются этим, и дети не безразличны к этому. Также дети рассказывали стихи, и также входил садик, рассказывал стихи. В нашей школе такие мероприятия проводятся из года в год, и каждый год интересно наблюдать, как это все происходит, как ребята с интересом все слушают, и самой узнавать интересные факты какие-то из нашей истории. До организации, в общем, места, где проводятся эти мероприятия, мы его ведем. Мы помогаем Любовь Александровне в оформлении, там все в сценариях и так далее. То есть, везде мы помогаем. Любовь Александровна, наш педагог, который нам помог, нас вообще привел в юноармию, показал им, что такое юноармия, возглавил наш отряд во всех мероприятиях. Благодарим Любовь Александровне, потому что именно она нас постоянно подталкивает, что давайте, что помогает нам. На какие-то новые открытия, достижения. В общем, мне очень благодарны. Спасибо. Спасибо. Как уже было сказано, организовывать и проводить мероприятия помогают юноармейцы школы. Поздравляем ребят с наградами. Варвара Смирнова, Виктория Скворцова, Мария Чистякова и Иван Коновалов награждены медалями «Юноармейская доблесть третьей степени». Наградили за активное участие и в целом за наш вклад в движение на армию. И в городе Буй, и в целом Костромской области нас все знают. Михаил Валерьевич решил нас поощрить и подтолкнуть к новым достижениям. Мы все стремимся за медалью второй и первой степени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова